Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Процесс пошел. Самарская область готова к выпуску облигаций. Когда их можно будет купить? Еще на шаг ближе к Мундиале. В Самаре назвали имя первого посла, который будет представлять город на чемпионате мира по футболу. Красной тропой коммунизма. Китайцы представили туристический маршрут, часть которого пройдет через Самару. Доверяй, но проверяй. Студенты самарских вузов прошли тест на ВИЧ. 14 тысяч погибших и около 50 тысяч раненых. В этот день, 27 лет назад, последний советский солдат покинул Афганистан. Идею самарского губернатора выпустить займы для населения поддержали депутаты Государственной Думы. На парламентских слушаниях, посвященных тому, как обеспечить экономический рост стране, позицию 63 региона представил губернатор Николай Меркушкин. Он рассказал о ситуации, которая сложилась с областным бюджетом. Ее, в частности, усложняет возвраты налоговых платежей крупным компаниям. Если за полтора месяца прошлого года пришлось выплатить 445 миллионов рублей, то за такой же период этого года уже более полутора миллиардов. Мы утвердили бюджет на этот год на 8% меньше, чем в прошлом году. А уже в бюджете постоянной составляющей, которую нельзя сокращать, то есть это выплаты заработной плат, социальные выплаты и так далее, они уже ушли за 70%. Поправить ситуацию поможет выпуск облигаций. Сейчас в Самаре работа над эмиссией ценных бумаг фактически завершена. Приобрести их можно будет в мае и июне. Депутаты Госдумы расценили эти меры как эффективные. Президент уже в свое послание озвучил ваше предложение по налогообложению инвесторов в облигации. Есть поручение, которое будет обязательно реализовано. Мы примем соответствующий закон. Между тем, международное рейтинговое агентство «Фич Рейтинг» сдаёт Самаре стабильный прогноз на будущее, оценка на уровне BB+. Проще говоря, этот рейтинг отражает хорошие бюджетные показатели города, которые подкрепляются потенциальной финансовой поддержкой от Самарской области. Строительством птицефабрики и молочного комплекса займётся в Самарской области чешская компания. Крупный игрок на европейском сельскохозяйственном рынке. Фирма строит по всему миру, в том числе и в России свиновуческие молочные комплексы, коровники, птицефабрики, а также элеваторы под ключ. Глава региона Николай Меркушкин провёл в Москве переговоры с представителями «Бауртехникс». Чешская компания считает самарский рынок самым перспективным. Нас интересует то, что вы близок к границе с Казахстаном. У нас теперь крупные проекты в Казахстане. И мы знаем, что невозможно все завозить из Европы, из Чешской республики. Потому что мы теперь будем разговоры на тему стройки нашего завода для комплектации оборудования у вас. И с этой фабрики или завода поставлять оборудование не только на Россию, но тоже на Казахстан. Верной дорогой идёте, товарищи. Китай и Самария тоже вскоре станут ближе. Через столицу 63-го региона пройдёт так называемый «красный маршрут» по местам, исторически связанным с советской эпохой и близким сердцу китайским строителям светлого коммунистического будущего. Намерения уже подтвердили документально. Областной департамент туризма и Чунцинское турагентство подписали соглашение о сотрудничестве. Что это даст Самаре и когда ждать гостей из Поднебесной, подробности разведала Марина Кравцова. За 130 лет с момента постройки здание усадьбы купца Рытикова ни разу не перестраивалось и практически не изменилось. Сейчас здесь расположен дом музея Ленина. В мае 1890 года в квартиру на втором этаже переехала семья Ульяновых, где они прожили чуть больше трёх лет. За это время Владимир Ильич получил диплом юриста и устроился на работу в Самарский окружной суд. И именно в Самаре Ленин начинал свой путь к революции. Памятник архитектуры федерального значения с мемориальной экспозиции, где восстановлена обстановка, в которой жил Ленин, станет частью красного туристического маршрута. Кроме Самара он пройдёт по Ульяновску, Казани, Москве и Санкт-Петербургу. Рассказывать будут об истории строительства коммунизма, а туристами станут китайцы. Десятки миллионов из них выросли на советской литературе и кинематографе. Мечтают побывать в России и своими глазами увидеть наследие Советского Союза. Нам интересно прошлое России и идеи коммунизма. В России сейчас развивается проект «Красный маршрут». У нас в Китае тоже был похожий проект. В России он связан с местами работы и жизни Ленина, а в Китае – с жизнью Мао Цзэдуна. Китайский город Чунцин, родина Большой Панды и Чая, чем-то похож на Самару. Он тоже был запасной столицей, и там живут самые красивые девушки Поднебесной. Красным маршрутом сотрудничество двух городов не ограничится. Список волжских достопримечательностей составит для всех возрастов. У нас есть уникальные природные достопримечательности. У нас есть Волгу, у нас есть замечательные речные маршруты. Сюда будут приезжать в рамках этого соглашения группа молодых людей, которым интересен чемпионат мира по футболу, опыт подготовки к чемпионату мира. В планах организовать прямые перелеты между Самарой и Чунцином. Тем более, что по договоренности правительства России и Китайской Народной Республики организованные тургруппы смогут путешествовать без оформления виз. Еще один плюс. Согласно подсчетам, именно китайцы стали лидерами по количеству турпоездок в Россию. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Баянец Сергей Войтенко стал первым послом Самары на чемпионат мира 2018 года. В Нижнем Новгороде выбор пал на топ-модель Наталью Водянову, а в Екатеринбурге на звезду российского рока Вячеславу Бутусова. Посол на чемпионат – это не просто почетное звание. По правилам организаторов Мундиали он будет представлять города на всероссийском и международном уровнях. О том, что эту ответственную миссию в Самаре доверили Сергею Войтенко, стало известно в воскресенье во время проведения большого спортивного праздника Всероссийской лыжной гонки. В ней приняли участие порядка 15 тысяч человек. Лариса Шалафаст этот выходной тоже провела с пользой. Внимание! Большой лыжный праздник открывают самые юные участники. На старте дети от 3 до 7 лет. Многие на лыжах еще стоят неуверенно, но стремления к победе им не занимать. Отстающих подбадривают родители. Принять участие в Лыжне России собрались тысячи человек со всего города. В программе дистанции на 5 и 10 километров. Основной же массовый забег в этом году посвящен Чемпионату мира по футболу 2018 года. По рекомендации ФИФА и Оргкомитета России 2018, города-организаторы Чемпионата мира должны определить послов. Первым представителем от Самары избран известный музыкант Сергей Войтенко. Основная задача на должности посла – представлять город на российском и международном уровне. Это важное событие для региона и для футбола в первую очередь. Футбол, лыжня – это спорт, это продвижение всего здорового образа жизни. Сергей Иванович знаем очень давно. Он известен не только в Самарской области и в Российской Федерации, но и за пределами нашей страны. Как человек очень творческий, человек очень инициативный, энергичный. И он в полной мере олицетворяет дух самарского народа, нашу культуру и наши устремления. Была прекрасная возможность, если честно, в Олимпиаде поучаствовать, также нести этот факел. И тогда я сказал, ой, ребята, у меня концерты. Сейчас я даже не раздумываю, сказал, никаких концертов, я все отменяю, я буду в этом участвовать. Лыжня России проводится по всей стране больше 30 лет. На этот раз спортивный праздник отметили лыжники в 72 регионах страны. В Самарской области на старт вышли порядка 15 тысяч участников. Для многих это не просто соревнование, а хорошая возможность активно провести выходной с пользой для здоровья. Когда на лыж бежишь, получается, как два в одном, и ноги бегут, и руки работают. Это, во-первых. Во-вторых, природа, зимний свежий воздух, еще плюс настроение дает. Победители на каждой дистанции получили памятные подарки. У всех остальных есть целый год, чтобы улучшить свои показатели и попробовать еще раз в следующем году. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Дмитрий Медведев подписал постановление, регулирующее цены на гостиничные номера в городах, организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года и розыгрыша Кубка конфедерации FIFA в 2017 году. Для каждого региона установлены свои пороги. В Самарской области самый дорогой номер обойдется в 75 тысяч рублей. Самый дешевый будет стоить чуть больше двух тысяч. Самым дорогим номером в Москве станет номер за 650 тысяч рублей в сутки. Поворот направо перед Ракитовским шоссе в сторону выезда из города временно закрыт в связи с переустройством подземных коммуникаций в рамках реконструкции Московского шоссе. До 20 февраля, когда поворот откроют, объезд будет осуществляться по Волжскому шоссе. Завершено предварительное следствие по делу трех самарских блогеров, обвиняемых в вымогательстве. Наталью Умярову, Олега Иванца и Дмитрия Бегуна задержали при получении вознаграждения в размере трех миллионов рублей за нераспространение в сети интернет компрометирующей информации. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Им грозит срок от 7 до 15 лет и штраф до одного миллиона рублей. Православные христиане отмечают праздник Сретения Господня. В этот день церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки. Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить установленную законным благодатственную жертву Богу за первенство. По народным приметам, если на Сретении оттепель, весна будет ранняя и теплая. Если холодный день, жди холодной весны. Выпавший в этот день снег к затяжной дождливой весне. Текущая трудовая неделя продлится 6 дней, включая субботу. Выходной день с 20 февраля перенесен на 22. Благодаря этому появятся трехдневные каникулы, приуроченные ко Дню Защитника Отечества. Следующая рабочая неделя начнется только в среду, 24 февраля. Всего в этом году, с учетом всех праздников и выходных, россияне будут отдыхать 119 дней. Рубль снова давит доллар. Не пирва ли победа и долго ли протянется эта борьба? Ответ искал наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Волатильная война между долларом и рублем уже начинает надоедать. В понедельник рубль пошел в атаку и здорово укрепился против американца. На 16 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 77,77 рубля. Вечно зеленый подешевел почти на 2 рубля. Курс евро 87,19 рубля. Серебро стоит 40 рублей за грамм. Нефть продолжает расти с прошлой недели. И в понедельник за баррель бренд давали 33,58 доллара. А на выходных АвтоВАЗ начал продажи новинки Lada X-Ray. Правда, завод сам толком не определился с позиционированием машины. А РСА продолжает консультации с Центробанком по поводу регламента замены полисов ОСАГО на новые. На сегодня это все. Удачи в делах. Не стали ждать весны. В Самаре сегодня стартует ямочный ремонт дорог. Это срочные меры, которые позволяют быстро привести в порядок улицы после зимы. Чтобы у рабочих был материал для ремонта, раньше срока заработал асфальтобетонный завод. Сюжет Марины Матвейшиной. Зима закончилась. Во всяком случае для дорожников. Не дожидаясь тепла, они начинают сезон. В Самаре с сегодняшнего дня заработал асфальтобетонный завод. Обычно в это время он закрыт на профилактику. Но в этом году из-за резкого перепада температур дорожное покрытие требует срочного ремонта раньше обычного. К нему уже готовы приступить 4 бригады рабочих. Олег Фурсов поручает главам районов контролировать качество работы с особой строгостью. Нужно взять на контроль ямочный ремонт, чтобы была соответствующая выработка этих ям. Не просто там заливали, но была выработка, подготовка. И в поверхность полотна дорожного должен быть залит этот материал, асфальтобетонная смесь. Чтобы не было там каких-то нашлёбок, прошу это контролировать. В отличие от дорожников, у коммунальщиков и работников служб благоустройства зима продолжается. На выходных на улицах работали более 800 дворников и 21 бригада кровельщиков. На сегодняшний день практически все районы подтянулись по 100%. Там, где возможен был сход снега, связан с тротуарами и движением пешеходов, эта ситуация на сегодняшний день локализована. Ото льда дворники освободили больше половины территории. Но передвигаться по дворам жителям Самары ещё трудно, замечает Олег Фурсов. И поручает ускорить работу. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов. События. 14 тысяч погибших и около 50 тысяч раненых. В этот день, 27 лет назад, последний советский солдат покинул Афганистан. Необъявленная война продолжалась почти 10 лет. При исполнении долга погибли 252 наших земляка. Их память в Самаре у мемориала воинам-интернационалистам почтили друзья, родственники и сослуживцы. О тягах той войны не понаслышке знает десантник в прошлом, подполковник запаса Юрий Кондрашов. Имена и лица погибших товарищей по-прежнему в его памяти. Тогда мы думали, что будем дружить как вечно. Но хочется вспомнить и почтить память тех, кто не смог вернуться домой в Союз. Уже исторически доказано, что если бы не было там наших войск, были бы американские. Было раскачивание ситуации уже против Советского Союза. И, скорее всего, те дикие события, которые произошли в 90-е, сейчас происходят, развернулись бы в 70-е годы. Без цветов и сантиментов лаконичные дипломы и поздравления получили мужчины, которые в работе или в общественной жизни доказали, что действительно принадлежат к сильному полу. Премию «Мужчина» городского округа Самара вручают впервые, как ответ уже традиционной «Женщине года». О настоящих защитниках, людях с остальным характером и чуткой душой расскажет Марина Кравцова. Уже 20 лет работает на заводе «Прогресс». Трудяга, замечательный специалист и семьянин, считают коллеги. Именно в номинации «Глава семьи» Александра Медведкова выдвинули на конкурс «Мужчина года». Медведковы вырастили своих троих детей. Решили, любви хватит и на чужих. Полгода назад взяли из детского дома сразу двух маленьких девочек. Все заботы на жене, она умница, скромно рассказывает кормилец очень большой и дружной семьи. Почему? Я тоже не знаю, детей бросают. У каждого ребенка должна быть семья. Мама, папа. Кто-то заботился о них. Премию «Мужчина года» в Самаре вручают впервые инициаторами. Честовать лучших профессионалов, защитников, общественников, благотворителей стали прекрасные дамы. Союз женщин при поддержке администрации Самары, Городской думы и профсоюзов. «Давайте вспомним, что первым на Земле появился человек, мужчина. Первый в космосе был мужчина. И в наше время с нами рядом живут замечательные мужчины, достойные люди во всех отраслях сферы и промышленности. Сегодня мы с вами говорим о мужчинах, которые достигли огромных высот, которые каждый день трудятся на благо нашего родного города Самары. Мы ценим ваш профессионализм. Мы ценим ваш сильный, иногда стальной характер». Больше всего в этом году победители в номинации «Мужчина-профессионал». Девять человек оказались лучшими в профессии. Врачи, конструкторы, учителя и артисты. Для Станислава Платошина дело всей жизни – помогать людям. За травматолога с 43-летним стажем болели не только коллеги, но и тысячи пациентов. «Радость – это иметь возможность помочь людям. Когда ты видишь, допустим, у нас ведь травматология, когда видишь, скажем, разморженную кисть, оторванную конечность и так далее. И потом ты своими руками все это приводишь в порядок, собираешься и добиваешься того, чтобы человек потом смог работать на своем прежнем месте. Вот это самая большая радость». В Союзе женщин Самары намерены чествовать настоящих мужчин каждый год, а количество номинантов будет только увеличиваться. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Первая самарская гимназия отметила юбилей 25 лет со дня основания. За четверть века здесь подготовили не один десяток победителей всероссийских и региональных олимпиад, а в прошлом году преподаватель истории стал учителем Годы России. А юбилей – одно из лучших самарских школ и репортаж нашего корреспондента. Об этом учебном заведении в прошлом году узнала вся страна. Славу гимназии принес ее преподаватель истории и общества знания Сергей Кочерешко. Он стал лучшим учителем России. Сам победитель признается, именно коллективу и своим ученикам он обязан такими высокими результатами. Гимназия сыграла огромную роль и продолжает играть ее в процессе моего профессионального самоопределения, моего профессионального роста. Я очень благодарен коллегам в первой гимназии за, во-первых, ту атмосферу, которая здесь есть, а во-вторых, за те уроки, которые они мне давали. Первая гимназия – одно из образцовых учебных заведений города. Здесь обучается больше тысячи детей. Ежегодно гимназисты показывают высокие результаты в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Таких учебных заведений в Самаре должно становиться больше, уверены городские власти. По информации департамента образования, в ближайшие годы количество школьников в Самаре увеличится на 5000 человек. И мест должно хватить всем. Впервые в прошлом году было заложено строительство двух общеобразовательных школ. Вы знаете, эта школа в Красноглинском районе, она к первому сентябрю будет введена в строй. И школа в поселке Волгарь. Тоже огромная школа. Причем в поселке Волгарь школа должна была открываться в 2017 году. Но строители взяли на себя повышенные обязательства и обещают, что к первому сентября эта школа также будет дана в эксплуатацию. 25 лет. Возраст для учебного заведения небольшой. Нужно удерживать взятую высокую планку. Поэтому у педагогов в первой гимназии еще много планов. Андрей Тройев, Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Самарские студенты отправились на МКС. Правда, юмористически. В Самаре прошел второй всероссийский фестиваль стемов МКС-2016. Принять участие в большом празднике смеха приехали 11 команд. Из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Иваново. Самые удачные шутки записала Лариса Шалафаст. Вы понимаете, что этого все равно мало. Это лишь капля в море. Капля в море – это грузак на сотку заливание. Им юмор учиться и жить помогает. От качества еды в столовой до работы космонавтов. Стемовцам интересно все, что волнует студентов. Наполнена пропавшим городом. Идом его, другим. Всероссийский фестиваль стемов проходит в Самаре второй раз. Смешили зрителей команды три дня. Лучшие номера представили на галоконцерте. Многие из этих ребят – будущие строители ракет и самолетов. Но тяга к творчеству не дает ограничиваться только учебой. Если хватает творчества, где-то его черпать, зарабатывать этим – сомнительно пока. Хочется быть инженером. Импортозамещение, все дела. А творчество на добровольной основе, оно прям помогает жить. Оценить современный юмор пришел и глава города Олег Фурсов. Он, как выпускник авиационного института, хорошо знает – юмор инженером не чужд. Я вот когда готовился к сегодняшней встрече, прочитал такие справочки о стемах. И один стем пишет, что за время своего существования мы подготовили 27 кандидатов наук, 4 солдата срочной службы, 4 гражданина США и Израиля. Но хочу вам сказать, что вот мой родной факультет подготовил одного мэра. Это тоже неплохо. В программе фестиваля 9 номинаций – лучший актер, лучшая актриса, лучший музыкальный номер. В этом году удача оказалась на стороне команды из Казани. На втором месте – самарский стем Русь. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Шутки в сторону, когда дело касается здоровья. Самарские медики встретились со студентами технического университета, чтобы рассказать им, чем опасен ВИЧ и как от него защититься. А также предложили молодым людям пройти экспресс-тест. Своё здоровье проверила и Алина Чемерис. Как передается ВИЧ и кто подвержен этому вирусу? Век информационных технологий и интернета. Дать ответы на простые вопросы в студенческой среде могут далеко не все. Проверить знания заодно и здоровье. Артём Кашевский пришёл одним из первых. Самое главное, говорит, решится пройти тест на ВИЧ. Мне стало интересно, в первую очередь, как проходит сама процедура. Ну и к тому же было интересно, вдруг что-то как-то там, где-то. Потому что я недавно набил татуировку себе и решил немного обезопасить себя. Я в себе уверен. Вот я уверен, что у меня всё хорошо. И я надеюсь просто подтвердить своё мнение. Экспресс-тест на ВИЧ сейчас делают по слюне. Если человек заболел, в ней будут антитела, которые вырабатывает организм на борьбу с вирусом. Ну что ж, попробуем. Признаюсь, конечно, в себе уверенно, но волнительно. Возьму биоматериалы с полостью рта между губой и десной сверху и снизу. Ждать мне пришлось 20 минут, но я думаю, результат уже готов. И сейчас узнаем, что там. Тест на ВИЧ отрицательный. Одна полоска. ВИЧ-инфекция у вас не обнаружена. Ребятам напомнили, как себя обезопасить от ВИЧ. Важно знать, что вирус передаётся только тремя способами. Половым – через кровь и от матери к ребёнку. Сегодня в Самарской области уровень заболеваемости высокий. ВИЧ выявлено 40 тысяч человек. Большинство из них – молодые мужчины в возрасте до 35 лет. Сейчас, говорят эксперты, ВИЧ чаще стали диагностировать у женщин. Наиболее сложная ситуация в Самаре и Тольятти. Эпидемия начинает уже самоподдерживаться и саморазвиваться без такой существенной роли особо уязвимых групп населения, таких как наркопотребители, секс-работницы. А она начинает самоподдерживаться в обычном социально адаптированном населении. Это очень тревожный факт. Если реакция на ВИЧ положительная, важно сразу же встать на учёт в СПИД-центр. Если правильно лечиться с этим вирусом, можно жить десятки лет, утверждают медики. А при грамотном подходе ВИЧ-инфицированная женщина может родить здорового ребёнка. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершён. Смотрите телеканал Самарегис в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»